Девушки отдыхают 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 Адвайта Ачария является соединённым воплощением Сада Шивы и Маха Вишну. Вы должны знать, что Сада Шива относится к категории Вишну Татвы. В Браджа Мандале есть проявление Сада Шивы, который пребывает там вечно. И однажды, во время месяца Картики, в день Павли и Кришна, Баларама танцевали вместе со своими друзьями. И когда Сада Шива, в Браджа, saw this dancing, you know, he's Натарадж, he's very famous for dancing, he likes to dance. Шива славится своими танцами, он обожает танцевать, он Натарадж. И когда Сада Шива, в Раджа Мандалы, увидел этот танец Кришны Баларама, Он тут же захотел присоединиться к этому танцу и стал как Юла вращаться, чтобы порадовать Кришну своим мастерством. Он настолько порадовал Кришну, что Кришна одарил его формой пастушка, и теперь он всегда может участвовать в танцах Кришны Баларама и его друзей. Как вы знаете, Сада Шива, в Раджа, также пытался проникнуть на Расалилу и стал Гопешвар Махадевом. Махадев служит Кришне в разных своих хипостасиях и проявлениях. Тот самый Сада Шива из Раджа соединился с формой Махавишны, проявился в лице Адвайты Ачарьи и явился на этой земле в этот день, в эту лунную титхи. Не думайте, что у вас нет отношений с Адвайты Ачарьей. По вашей ликалпы, спекуляция, что это не коррелированные конструкции, конструкции, которые не имеют реального объекта в реальном мире. Из-за вашей ликалпы, ваших выдумок, не взаимосвязанных мысленных конструкций, вы думаете, что у вас нет отношений с Адвайты Ачарьей. Но ничего не может быть далеко от правды. Вы более близко связаны с Адвайты Ачарьей, чем с любым другом. Вы более близко связаны с Адвайты Ачарьей, чем с мамой, папой, друзьями, возлюбленными, собачкой своей и так далее. Как? Сегодня это день, когда вы должны пытаться прожить Адвайты Ачарьей, чтобы осознать вашу очень интименную и независимую отношения с Адвайты Ачарьей. Сегодня как раз тот день, когда он дает шанс обратиться к нему за его милостью, чтобы осознать эту мистерию. В своем темнике, в Кадаче, Сваруга Дамодара, описал антологию, то есть пояснение происхождения Адвайты Ачарьи. МАХА ВИШНУР ЯГАТ КАРТА МАЯЯЯЯСВЯЯТЬЯДАХА ТАСЬЯВАТАРАЕВАЯМ АДВЕТА АЧАРИЯ ИСТВАРАХА Он говорит, что МАХА ВИШНУР ЯГАТ КАРТА – первый агент, первый дуа, который исполняет целую создание всех университетов. Он называет Адвачу Ачарию, как первым двигателем, тем, кто запускает движение всю Вселенную. Внешняя энергия Господа, иллюзорная материальная энергия имеет два проявления. НИМИТА МАЯЯ НАЗЫВАЕТ СПОЛЬНОМЕНЬЯ НИМИТА МАЯЯนmieто МАЯЯ МЕНЯЕ ПАНТОМЕНЬЯ НИМИТА МАЯЯВАЕТ СПОЛЬНОМЕНЬЯ НИМИТА МАЯЯ ЗА אתה anytime called Guna May НИМИТА МАЯЯ А УПАДА МАЯЯ называют Guna May The Nimmingta maya has two aspects that is called VCBRIUTY and AVIVETIBRIUTY It's bee's knowledge function and ignorance function Нимита Майя, в свою очередь, делится на два вида — видиаврити и авидиаврити, то есть функция знания и функция невежества. Витя-брити, в форме саттвагун, в форме саттвагун, в форме хорошего состояния, позволяет живущему entity иметь дейхатма-бивеку, between the body and the self. Авидия-брити Майя, в форме саттвагун, в форме саттвагун, в форме саттвагун и позволяет живому существу различать между духом и материей. А у Авида функции невежества у нее Аваранатмика и Викшап Атмака функции. Аваранатмика, энергия Майя, заставляет существо забыть о своем истинном Я. У души есть две функции, она может озарять другие объекты и познать себя также. У свечи есть способность озарять другие объекты своим светом, но у нее нет способности познать себя. В отличие от души, у души есть вот эти два свойства. Итак, Аваранатмака шакти обладает свасмай пракаш, но вы не знаете себя. Он помутняет вот эту способность познавать себя, то есть ее сбивает за ритма. И Викшап Атмака шакти обладает живущую entity, так что он обладает свою внимание Викшап Атмакасвойство Майя. Викшап означает бросать, то есть это постоянный отвлекающий маневр Майя, который не дает душе сосредоточиться на самопознании и все время отвлекает на внешние объекты этого мира. То есть это технические все термины, но очень важные для понимания нашей Гаудио-Вашнаковой философии. То есть мы сейчас обсудили Немита Майя, а сейчас мы перейдем к Упадан Майи. Упадан — это ингредиент. Упадан — это ингредиент. Тонкого уровня материальной энергии. То есть чистый потенциал, там разнообразия никакого нет, никаких форм. То есть если прадан однородный и бесформенный, то каким образом проявляется разнообразие бесконечных форм, которые мы видим вокруг себя в жизни? Это вопрос. Это вопрос. Так как у Майи есть два проявления, то, соответственно, ими руководят два разных проявления Махашивы. Итак, Карадабдишаев Вишну, он гласит на Майя. И Майя становится готова к видеть элементы. Но потом Маха Вишну, который входит в прадан, и потом, через его Сусти-Шакти, его мощь из-за Креации, вызывает элементы все их различные формы и качества. Потом другое проявление Маха Вишну проникает в прадан и побуждает проявление различных форм в этом однородном потенциале материи. То есть Карадабдишаев Вишну заведует как раз Нимита Каран, а Адвайда Ачария является воплощением того самого Маха Вишну, который воплощается воплощении Маха Вишну, который воплощается воплощении Маха Вишну. Заведует упадан Каран Майей. Воплощение Маха Вишну, который воплощается воплощением Маха Вишну, который воплощается воплощением Маха Вишну. Если бы он не участвовал в этом процессе, то у нас мы были бы все с вами бесформенными. Вишну он поддерживает все в балансе, заведует существованием. Таким образом, как музыкант, который играет на вайолин, если он не играет, то музыка остановится. Таким образом, этот мир, как музыка Вишну, он играет, и если он не поддерживает его каждый момент. То есть, понимаем, что это не что-то, что он раньше сделал, он постоянно участвует в этом процессе, что как музыкант, если только скрипач перестанет играть, музыка прекратится. То есть, если он перестал участвовать в этом процессе, мы бы все потеряли свои формы очертания и существование свое. А теперь задумайтесь, насколько ли он далек от вас всех, Адвайта Ачария. Если бы не участие и роль Адвайта Ачарии, вам бы не было возможности фантазировать, что у вас есть какие-то отношения с кем бы то ни было в этом мире, если бы он не посодействовал. И тот самый Маха Вишну является главной причиной всей благодати. И так как он участвует во всех аспектах творения, то вывод следующий, тот, кто сведущ во Адвайта Татве, повсюду видит благодать в мире. Прабхат Бхатистана Сотакова, он сказал, что кто-то, кто не понимает, что эти облегчения, которые всегда присутствуют в нашей жизни, в этом мире, кто не понимает, что они нам полезны, в таком случае, что он истерный и член, и complete, Шила Бактисиданта Сарасвати Такур говорит, тот человек, который не способен воспринимать все трудности, все сложности этой жизни как целительное благодатное лекарство, которое дает вечное благо духовное, тот такой человек is bereft of spiritual realization. Этот человек просто не озарен, слаб духовно. Если вы в дуалитии, в качестве и злости, счастья и стресс, границы и лекарства, все эти дуалитии, которые описаны с Сикршной и Бхагавад Гитой, и ваша mente развивается из-за этих вещей, это потому, что мы не понимаем дуальность. Если вы постоянно застреваете в борьбе какой-то, в проявлении дуальности, хорошим, плохим, справедливо, несправедливо, и так все далее, значит вы далеки от понимания Адвайта Татвы и далеки от личного знакомства с Адвайта Ачарей. Если вам кажется, что всегда все так плохо, значит вы не понимаете Адвайта Татвы. А если вы принимаете всю жизнь не только хорошее, но и все плохое, как волю Господа, с радостью, то тогда, значит вы уже приблизились к этому, к этой реализации, сознанию Адвайта Татвы. Адвайта Ачарья, он родился на этот день, в 1434 году, в этот лунный день, в этот седьмой Титхи, родился Адвайта Ачарья. 1432, which makes him 52 years older than our Sachinanda Ngohari. So he was born in the village of Loragram. And then his father moved to Navagram, which is near Sillet, in Bangladesh, to become the Purohids, the priest of the local king. And then, after some time, the family moved to Gaudadesha, and he lived in Shantipuri. His father's name was Kuver Pandit. And his mother's name was Nabadevi. So, when he was a little boy, his father took him to the court of the king. So, the king was a very enthusiastic devotee of Durga. And the king came with Kuver Pandit, and with Kuver Pandit's little son. At that time, the little boy, his name was not Advaita Aacharya. His name was Kamalakanta Vedapanchanana. He was called Kamalakanta Vedapanchanana. Panchanan is a name for Shiva, it means five faces. Panchanan is a name for Shiva, it means five faces. And Kamalakanta is a name of Narayan, the beloved of Kamalakshmi, or it can be of Krishna, if you take Radhika to be Kamala. So, when they came into the temple room, the king bowed down to Durga, and Kuver Pandit bowed down to Durga, and the little boy was just standing there. The king said, O Kuver Pandit, your son is very calm and quiet and well behaved, but why will he not bow down to Devi? So then Kuver Pandit, Kuver Pandit, he told Kamalakanta Vedapanchanana. O, Kamalakanta Vedapanchanana. Why don't you give your pronoun to Durga? But the little boy, he was quiet and he refused. Why don't you give your pronoun to Durga? There is, there. His father, you should not disobey your father. But he refused. Мальчик продолжал упрямо, как будто бы стоять и не кланяться. Отец уже переживал, что перед шефом, перед царем, его сын так непослушно себя ведет. Кланяйся по хреньям. Он сказал, о, мой папа, если ты настаиваешь, я поклонюсь, но последствия могут быть очень плачевными. Так что, мальчик поклонился богине, и тут же божество Дурги взорвалось на тысячи кусков. И царь просто стоял, что не знал, что сказать. Может быть, мы не надо было настаивать, чтобы мальчик поклонился. А что произошло на самом деле? Дурга — служанка Вишну. Или, если вы возьмете Садар-Шива, она женщина, и она не хочет толереть, что мужик должен бомбиться на своих ногах. То есть, как бы не рассматривать Адвайту-Ачарю, если как воплощение Маха-Вишну — это служанка. Если как в Садар-Шиву — это супруга, супруга никогда не принимает упакованное от мужа. То есть, это невыносимо для нее с любой стороны. Это как абсурд полный. Так что она уехала, а потом... ...богиня ушла из формы. Как только он стал кланяться, богиня ушла из формы, да? И там это уже взорвалось все остатки. Так что, в общем-то, мы можем сказать, что из этого прошлого года, то есть, Талила, вот такая его детство, она уже дала понять всем, кто он есть. Но мы должны знать, что Адвайта-Ачаря пришла в этот мир чтобы инспирировать всех людей, чтобы приехать на путь pure Бхакти. Но, с другой стороны, нужно признать, что он пришел в этот мир, чтобы помочь всем понять, что такое чистое Бхакти. Так что, учение здесь — это такое. Если вы хотите практиковать чистое Бхакти, то оно должно быть айкантики Бхакти. Айкантики — это означает, что наша преданность должна быть полностью сфокусирована на одном объекте. Ничто б не было рассеянным и вот этим богам, полубогам и полубогиням и всем подряд, что мы пытаемся послужить. Как Ханаман сказал, Сринатэ, Джанаканатэ, Аббхеда, Параматманит, Тхапи, Мамасаваса, Рамакамаду, Лочал. Я знаю, что Кришна и Лод Рама, они сами. Они оба Супремя, и я знаю, что они не разные. Но все равно, только Лод Рама — это моя жизнь и душа. Ханаман сказал, что Лод Рама — это моя жизнь и все, не любой другой. Я прекрасно понимаю, что Рамачандра и Кришна — это одна личность, они не личные. Но все же для меня Латасаоки Рама — это мое все. Лишь он один. Это был первый урок, который Два и Таачарья преподнес в человечество. Только один день. Только один день. После некоторых лет его мама и папа становились апракаты. Ушли из этого мира оба, и мама, и папа. И в тот момент, Адвайта-чарья, он пошел в Гае, для срады для своего рода. Как был обязан. Но это был лишь предлог. Он начал с Гаи, а потом он уже не возвращался и отправился путешествовать по всем цирхам, всем святым местам Индии, чтобы очистить их. Так что, может быть, вы знаете, много лет назад, когда Наратамдас Ачарья, Наратамдас Танкур и Рамачандра Кавирадж пришли в Браджа. Они делали Браджамандра Паракрама под руководством Рагава Бандита. Гораздо позже, когда Наратамдас Шриневас прибыли в Враджа-мандал Паракрама, они пришли к Вишрам-гаду. И там находится Махапрабху Байтак, где Четан Махапрабху сидел, где он был в Браджах. И во время того, как они обходили Матуру, Рагава Бандит рассказал им одну историю о том, как юный Адвайта Ачарья совершал Парикраму Матуру еще до удаления Махапрабху. В тот же время был один брахман, который всегда критиковал всех ваишнавов. Он был очень горден за его Пандиттия, за его учение. Мерзкая была личность, он очень гордился своим сословием и своей ученостью. И люди просто его избегали всячески, потому что он уже всех там замучил. И когда юный Адвайта Ачарья прибыл в Матхуру, то, что этот вредный брахман, он использовал обычную язык, и критиковал Кришна. Вот этот вредный брахман, он всячески богохульствовал. Ну, поносил предник, он вообще очень плохо обо всех говорил. Адвайта Ачарья, услышав это, он пришел в такую яростную, губы стали драться. Глаза покраснели. И тут же он явил форму с четырьмя руками перед этим брахманом. Он сказал, «О, Душта, ты вредный человек, сегодня ты не уйдешь. Я уберу твою голову с моей чакрой». Смотрел эту форму от Адвайта Ачарья, этот брахман начал трампеть, когда он спал на ногах, и молился. Увидев эту угрожающую форму от Адвайта Ачарьи, брахман тут же начал извиняться, полниц перед ним, там, взмолился. И он кричал, «О, мой Господь, ты можешь меня в любом случае, но, пожалуйста, пуривай меня». Адвайта Ачарья сказал, «О, потому что, из-за твоих offenses, ты должен идти в hell за долгое время». Но, потому что ты каешься сейчас, я дам тебе шанс. и тебе придется полностью отказаться от всех мирских удовольствий. И ты должен постоянно воспевать имена на Харе Кришна Махамантру. И, ты должен быть очень осторожен с вашими отношениями с Ваишнавами. И ты должен быть очень осторожен в служении Ваишнавами с твоим сердцем и душем. И теперь будь очень осторожен, как ты общаешься с Ваишнавами и всячески старайся угодить им и телом, словами, и в мыслях служи. И последнее, не смей никому рассказывать о том, что произошло сегодня. И четыре руки, ну, лишние две руки. И Брахман строго стал следовать наставлениям, которые он получил от Двайта Ачарьи. Он покорно стал обходить все дома, где жили семьи Ваишнавов, и предлагал свои услуги, чтобы хоть как-то послужить всем. И был очень кроток. И потом, когда они приобрели други, they met together, says, что случилось? Что случилось? Это были большие новости в городе. То есть Ваишнавы не понимали, что вызвало такую трансформацию и собрались вместе обсудить что случилось? Ты знаешь, что случилось? Нет, я не знаю. Кто-то сказал, а я знаю, что случилось? Недавно в Матуру прибыл один Брам, но он сиял, у него была такая сияющая аура, он был подобен Солнцу. Он был так ярким, я думаю, что он должен был Супремный Господь, который был в теле человека. Он и есть причина этой трансформации этого Брахмана. Итак, Адвайта Ачария очень милостивная. Сейчас он преподносит урок. Никогда не критикуйте Вайшна. Сатам Ниндар — это первая область против Святого Имени. Если вы критикуете Вайшнавов, то Нам Прабху даст вам полный ноль. Поэтому уловите эти расставления, которые дал Адвайта Ачария, громко, непрерывно повторяйте святые имена и кротко проявляйте дух служения по отношению к Вайшнаву. Всегда будьте наготове послужить, угодить. Это самый лучший способ быстро духовно расти. В юности Адвайта Ачария учился под руководством Веды Шанта Ачарии. В районе Шанта Ачарии, называемой Фулла Батти. Фулла Батти — это часть Шанта Ачария. И когда он выполнил его образование, то он получил его титул Адвайта Ачария. На самом деле это его вечное имя, но в этом воплощении и проявлении в Лилах это был внешний предлог того, как он получил этот титул. Его зовут Адвайта, потому что он не отличен от самого Шри Чайтани Махапрабху. Панчатататбакам Кришнам, Бхактарупа Сурупакам, Бхактаватарам, Бхактайямнамаме, Бхактишактикам. Высшая Реальность проявляется в пяти проявлениях, ипостасях. Кришна в облике своего преданного, Бхактарупа. Кришна's first expansion in the form of a devotee — Бхактасуруп Нитянанда Прабху. Нитянанда Прабху. Бхактишакти — это Гададар Пандит Радхасуруп. Бхакта — Шри Вастакура, и Бхакта Аватара — это Адвайта Ачарья. Это одна реальность в пяти формах. Так как они одна неотъемлемая, неделимая реальность, если хоть одного от них забрать оттуда, то тут же вся реальность испарится. Потому что они не могут друг без друга существовать. Махапрабху всегда поклоняются с его спутниками. И теперь юная Адвайта Ачарья совершает паломничество по Враджамандали. И когда он пришел в Гоку-Махаване, там он разыскал Мадангопала. И оттуда он пришел в Прашкандан-Тиртха, в городе Адвайта-ват. Прашкандан-Тиртха — это сад, в котором растут розы. Там, где произошла первая встреча между Радхой и Кришной, как описано Рупой Гасвами в Видагдама Адхаве. И когда Адвайта Ачарья, когда он был в Прашкандан-Тиртха, он был в районе Прашкандан-Тиртха, делал бхажан и суррой Мадангопала. И когда Адвайта Ачарья находился во Вриндаване, он проводил все время там, у этого дерева, которое называется перед Вайдават, в этом районе Прашкандан-Тиртхи. И там он служил Мадангопала. И Кришна его виспортировал в медитации. «О, я вернусь снова в Навадвивдаме». Адвайта Ачарья отправился обратно в Навадвипу из Вриндавана. Но, как он вернулся через Мадангопала, и Мадангопала сказал ему, «Не забирай меня от Браджа-мандала». Но когда он покидал уже Мандалу, Браджа-мандалу, и снова уходил через Матуру, там божество сказал, «Нет, я не хочу уходить из Браджа-мандала, оставь меня тут, не забирай меня». И тогда Адвайта Ачарья оставил Мадангопала жить там, в доме Чатурведи-браманов, и в этой семье он остался, и уже много лет спустя Санангасвами там его и нашел, и разыскал. Как вы знаете, это божество было Мадангопала, и тогда, когда Радхарани пришел, он стал Мадан-Мохан. Потому что без Радхарани он не был Мадан-Мохан, он был Мадан-Мохит. Он был обладан Купидом. Изначально это божество называл, он назывался Мадан-Копал, а позже, когда Радхарани присоединился к нему, он стал Мадан-Мохан. Теперь мы знаем его как Мадан-Мохан, что без Радхарани рядом Кришна становится Мадан-Мохит, он становится жертвой Купидона. И Мадан-Мохан, как вы знаете, из-за проблем с тираном Архангзеб, многие из деятелей Брэндавы, они были в прошлом время, поэтому Мадан-Мохан сейчас в Короле, в Радхарани. Позже, из-за мусульманского захвата, вот этого тираничного Архангзеба, Вашнавы спрятали, Хинду спрятали большинства, многие в Джайпуре, а Мадан-Мохан оказался в Короле, где он живет по сей день. Тогда возникает вопрос, если Мадан-Мохан, который изначально был Мадан-Гопал, уже переселился в Короле, то кто это Божество, которому служат в Адвайтавате сейчас? You may remember a few days ago, we were discussing. A very beautiful pastime, how, when Radhika, she was very young, before meeting with Krishna, just when her first love was awakening, at that time, Vishaka Saki painted a picture of Radhika and showed her the streets of Krishna. Vishaka painted a picture of Krishna and showed it to Radhika. Помните, на прошлой неделе мы слышали эту удивительно сладкую лилу, о том, когда Radhika была еще юной, до возможности первого свидания с Кришной, она была с подругами, и Вишака нарисовала портрет Krishna и показала Radhika. So she said, Oh, Saki, it's better that I die, because I heard one syllable Krish, and I fell in love with this one person called Krish. Then I heard the sound of a flute, and I fell in love with that Pangsivala. And now I've seen a picture, and I've fallen in love with this person. So now I've fallen in love with three men, it would be better for me to die. And Radhika, in context of that Lila, and then I said, What a shame, I'd better die right now, because for a blessed girl, it's a shame to be in love with someone, who is not a husband. And I've been in love with three men. First, when I heard the name Krish, that is Krish, the name of his name, then I heard the sound of a flute, and I'm in love with the one who played on this flute. And now, seeing this portrait, I'm in love with this young man. So it is said that when Advaita Acharya was doing parikram in Nidhuvana, he found the painting of Vishakasakide. That painting, described by Silurupa Goswami in Vidakta Manna. And from that painting, manifests the vigra of Madden Gopal, which is there in Advaita Vata today. So, after traveling through Braj Mandala, now Advaita Acharya being inspired, because he heard that Krishna would appear again in Navadi, Madden Gopal inspired in his meditation. So on his way back, he traveled through Mithila. And there in Mithila, he saw an old man, who was weeping bitterly, and had a young man, who was hard to cry. And he sang a beautiful song, and he sang a very interesting song. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Представьте, вы находитесь в пустыне, умираете от жажды, и вдруг сверху капелька воды упадет. О, Матхава, я молюсь тебе, ты моя последняя надежда. Я как полуживой брожу повсюду. И так нечестиво я прожил эту жизнь. Мне стыдно даже пересчитывать эти все считанные дни своей юности, когда я попусту проводил время, занимаясь такими фривольностями. Стыдно даже подвести итог дням, которые я провел как-то бесполезно, уже будучи стариком. Я становился в пустыне, пытаясь общаться с девушками. О, Матхава, будет ли у меня когда-нибудь возможность служить тебе? О, Матхава, безчисленный Брахма рождается и снова умирает. Миллионы вселенных проявились и снова исчезли. А ты, Господь, ты вечно юный и бессмертный. Творение снова и снова исходит из тебя, как волны из океана, и снова все творения возвращаются в тебя. О, now I am at the end of my life. I am very fearful of death. Близится конец моей жизни, и мне действительно становится страшно. Я боюсь смерти. There is no other shelter than you. Now all responsibility for my deliverance is in your hands. And in the end of his song, he confessed his name. Who was it? Это был великий поэт Видьяпати. Гурдей сказал, что когда Адвайта Ачария встретил Видьяпати and to heard his pitiful lamentation, then great compassion was awakened in the heart of Advaita Ачария. Наш Гурдей рассказывает, что вот в тот момент, когда Адвайта Ачария повстречал Видьяпати и услышал его жалостливую песнь, то вдруг огромная волна сострадания стала вздыматься в сердце Адвайта Ачарии. You see, Bhagavan does not have any realization of the suffering of the living entities. He has Dukkha Gyana. He knows mechanically how happiness is an expansion of the chitta and distress is a contraction of the chitta. But he has never experienced it himself. So he has Dukkha Gyana, but he doesn't have Dukkha Anubhava realization. And because he is related only with Swarup Shakti, his heart is moved only by those who have devotion. He acts only with Swarup Shakti, so to destroy his heart can only affect his heart the person who also acts under the control of Swarup Shakti. So, Видьяпати has experience of suffering, but he is also a very high class of pure devotee, so Advaita Ачария was moved by the kirtan of Видьяпати. So, when he came back to Shantipur, then he made a school for teaching Bhagavad Gita and Srimad Bhagavad, because that is the only shelter for all the living entities to come out of Maya and attain the lotus feet of Shikrashika. So, we had one residence in Shantipur and another one very close to the house of Shrivastakura in Mayapur. And seeing, being aggrieved, seeing how there was very little interest in devotion, all the living entities were suffering, and losing their great opportunity of the human form of life, he began to preach Gita and Bhagavad. One day, a very effulgent Sanyasi arrived in Shantipur. This Sanyasi was on his way to Jaganathapuri. Because his deity Gopal had told him, I am very hot and itchy. So, please bring me some chanda and some sandalwood place from South India. Sandalwood place from South India. So, in his old age, more than 75 years old, this Sanyasi had... And on the way... Who was it? Salaamadha Vandapuripad, yes. Salaamadha Vandapuripad, yes. On his way to Puri, he came through Shantipur and stayed in the house of the young Advaita Acharya. And this Sanyasi was already in a very long age. He was more than 75 years old. But he had to go to Jaganathapuri, because his deity Gopal started to require sandalwood paste. He said, it's hot, everything is warm. Go and bring me a good sandalwood paste. And when... And when Advaita Acharya swore the astonishing Kaivula Madhuryamai brain, pure unadulterated loving Madhuras of Madhavendra Puri, then he begged him, Oh, please accept me as your disciple. And Madhavendra Puri gave Diksha to Advaita Acharya. So, though, Advaita Acharya himself is the Supreme Lord Vishnu, but when he comes into this world, in order to teach by his own example, that it's necessary to receive Diksha from a bona fide Guru, so he himself has received Diksha from Shri Madhavendra Puri Puri Puri. So, now Advaita Acharya was doing his Bajan in Shantipur. And seeing that the intensity of Kali-yuga had reached a very shocking level, he was thinking, only if the Supreme Lord himself will come, then the people can be delivered. And it cannot be any incarnation or expansion. it should be A-te-ch-ang-sa-kala-pung-sa. Christus too, Bhagavan Swayam, Vrajandar Nandar Nshama Sundar, his Ishtadev Madhan Gopal, must himself come, otherwise there will not be full auspiciousness for the people. And he thought, that bad things are bad, and that God must come. But he will not send an avatar or a special manifestation. I want to, that the Holy Lord, Shri Krishna, his Bhagavan, in the name of Madhan Gopala, that he came to the earth and will be delivered. Because there will not be full of God, if there will be someone else else, except the Holy Lord, except the Holy Lord. Let us understand. Yuga Dharma Prabhatana Hoya Ang Savoyite, Ami Bina Anilari Braja Pramadite. See, Krishna himself said, My expansions can appear in the world and establish Yuga Dharma. Chanting Hare Krishna. Hare Nama Sankirta. My expansions can come to the world and establish Yuga Dharma. That is, the worship of Hare Krishna Mahamantra could be made by any avatar. But Ami Bina Anilari Braja Pramadite. Only I can give Braja Pramadite. But Krishna, only I can give Braja Pramadite. Lord Ramachandra, Lord Nishina Dev, Lord Buraha Dev, Lord Kapil Dev, can they give Braja Pramadite? Never. Only Braja Pramadite. Only Braja Pramadite. Only Braja Pramadite can do it. Only Braja Pramadite can do it. So, Advaita Achaari was thinking, Unless Krishna himself will come, then the people who have not received Поэтому, будучи истинным благожелателем всех живых существ, Дваи Тачария думал, если придет кто-то другой кроме самого Кришны, эти люди не получат самое высшее благо. То есть, все дело ракурса. Потому что вы можете думать, «Ну, если бы я смогу выйти из Москвы и пойти в Вайкунту с Лакшминарой, то мне бы жилось достаточно хорошо там». Все это вопрос о перспективе. А каков ракурс восприятия Кришны? Кришна's perspective is For a long time, I have not given this very sweet and intimate braja-prem. And without this brain, the whole universe is useless! Кришна рассматривает на это совершенно по-другому. Потому что он думает, что Какой толк в каких-то благах, если так давно я не давал вража-прему никому, что без вража-премы весь этот мир он ничтожно, он вообще не нужен. Это бессмысленно. Что такое бхакти? А на кулиене кришнамул шинянам. Не пытайтесь видеть это из вашей точки зрения. Какое удовольствие для Кришны? То есть старайтесь воспринимать все не через линзу своего какого-то обусловленного восприятия, а думать так как цель чистого бхакти угодить Кришне, то есть все сделать на благо его, то пытайтесь смотреть на все окружающее глазами Кришны. Как ему убедиться это? Айшвари-яга-на-тин-саб-джагатамаси-ит, Айшвара-шати-ла-према-на-химу-раприт. Кришне, there are so many people worshiping me with knowledge of my opulence. Okay, it pleases me, but does not fully satisfy me. А думайте о Кришне. Ему же вот эта вся Ишваря, благоговение. Он говорит, ну да, служат мне все повсюду. Почтительно так в этой Ишваре. Но мне это невкусно. Ну хорошо, но это не интересно. Не радует меня. How can someone who loves Krishna tolerate Krishna not being satisfied? А для тех, кто любит Кришну, для них нестерпима ситуация, в которой Кришна, ну, полностью недоволен. То есть он не получает полного удовольствия. So, Advaita Charya, being a pure devotee of Krishna, he cannot tolerate it. Krishna himself should come, everyone will get braja-prema, and Krishna will be satisfied. And for Advaita Charya, который является чистым, прятным Кришне, то эта ситуация неприемлема, поэтому он хочет, чтобы сам Господь Кришна пришел, дал враджа-prema всем, и все потом служили ему в этом настроении, и Кришна будет доволен. Поэтому он хотел организовать все таким образом. что было оно cool для Кришны. So then, Advaita Charya was thinking, how can I persuade Krishna to come here? So then he was thinking. And he remembered a verse from the Gautamiya Tantra. He вспомнил стих из Gautamiya Tantra. And he said that the Supreme Lord is Bhakta Vatsala. Krishna has unlimited qualities, but two of them are prominent. Premavasita and Bhakta Vatsala. Premavasita means that he is controlled by love, and Bhakta Vatsala means he is very, very affectionate towards his devotees. Premavasita means that he is controlled by love, and Bhakta Vatsala means that he is very, very affectionate to him. So in the Gautamiya Tantra he said that if someone offers Krishna a tosi leaf and a palm full of water, then see, Krishna feels that, oh, you have given me something so valuable that I have nothing in my treasury with which to repay you, so I'll just have to give you myself. I sell myself to you for the price of a tosi leaf and a little water. He says, I will sell you, my, my own soul. So the inner meaning is if you worship with Tosvi, I'll give you my Atma Radharani. Now someone may say, that's a very cheap price. That's a very cheap price. Krishna is not so expensive. Why does he give himself? Why does Krishna sell himself to a person who is worshipping him with tulsi? I don't understand why he's ready to sell himself to a person 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 that is not so expensive. burst into flower blossoms, that the bambu bees sing in swarms in the 5th note. То есть по повелению, то есть Вринга заведует рощами Вриндавана. Именно по ее повелению цветы начинают распускаться на деревьях, когда Кришна входит в лес. Рой шмелей начинает жужжать в 5-ой ноте. The bambu bees are... That means they are blowing the conch of Cupid to inaugurate a special porch of a Krishna. It is on the order of Brindadevi that the birds are singing, the parrots are glorifying Radha and Krishna and the deer are then jumping here and there and peacocks are spreading their tails and dancing. And the whole forest is decorated with all the udipana, all the stimulation of romantic love. So how can Krishna ever repay Brindadevi? And how can Krishna ever repay Brindadevi? Thvarakso bha ghandhe yanyo chakhunga Vrindadevi? Vrindadevi mazri tanrana ra rindam Vrindadevi kam Trivindadevi kam Tvindadevi mazri tanrana ra rindam Радха и Кришна всегда жаждут встречи друг с другом. Когда Кришна был еще юным, он шел по лесу еще до первой встречи с Радикой. И он заметил, что все деревья тамалы, они как-то на них осела кумкума, они все красненькие. Кришна был поражен, когда он увидел эту кумкуму на всех тамаловых деревьях. Тогда он увидел очень красивую чампаку. И на листике было написано что-то в кумкуму. Анонимная записка. Там было сказано, что ты тамал. А я Лиана Чампак. Мы не подвижны. Мы можем встретиться только благодаря вмешательству в Ринда Дэйви. Потому что это Бринда Дэйви, который берет брадхи и приводит их к тамаловым деревам. Это Бринда, который уничтожает. Там было написано, что ты дерево тамал, я Лиана Чампак. Мы оба не умеем ходить и мы можем встретиться только благодаря содействию Бринда Дэйви. Потому что Бринда Дэйви постоянно ухаживает за лесом. Она тренирует Лианы как обвиться вокруг дерева и расти вверх. То есть она за всем присматривает там. Бринда Дэйви, Бринда Дэйви. Когда Кришна прочитал эту запись, он тут же понял все намеки скрытые там. Это только анонимное запись от Радика. И только Бринда Дэйви может разрабатывать нашу встречу. Тут же понял, что автор этой записки это Радика. И что то она только упывает на помощь Бринда Дэйви, чтобы произошло свидание. Субтитры создавал DimaTorzok Когда Симати Радика издалека видит сладость Кришны, Субтитры создавал DimaTorzok 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 И в таком состоянии даже одна капля может убить человека. Так что Радарани есть так. Когда она видит красавица Кришна, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И она так пустит, как человек с Санипатрог Сабиби Тихоримати И она хочет попить, не немного, Она хочет попить весь красавица Кришны, Субтитры создавал DimaTorzok И когда Радика видит эту сладость, океан сладости Кришна, вот она испытывает это состояние, это горячки, лихорадки. Ей хочется не то, что каплю, весь этот океан залпом выпить. But just like the doctor will stop the patients. The patient is reaching for the water. And the doctor says, no, no, we can't have it. So in the same way, Радика thinks, but Кришна, you will not give me even a drop. He's like that... He's like that doctor stopping me, you won't let me drink a drop. Even when she is drinking the sweetness of Кришна, she thinks, I have not had one drop. Rather, Кришна have been meeting together from time immemorial with no beginning or end, but when they meet, they don't recognize each other. Радика says, Кобала, who's that boy? Конечно, они уже вместе, встречаются с незапамятным временем, нет момента начала их встреч, и все же, когда они смотрят друг на друга, они не помнят друг друга. Радика говорит, кто этот юноша? Anyone in this world cannot imagine the undkanta, the eagerness of Радика to meet Кришна and Krishna to meet Радика. Нам трудно вообразить вообще вот это рвение Радики, увидеть Кришну и рвение Кришны, встретиться с Радикой. Радика, о Кришна, you two have such utkanta to meet together in the nikunjas of Vrindavan. Радика, о Кришна, вы с таким рвением стремитесь на встречу друг с другом в рощах Вриндавана? And who arranges that? И кто организовывает эти встречи? Татсхо Бхаган Кейна, не ручитам тат, Бриндэй, намастей, тяна, Рабиндам, Бринда-деви makes that great. Бринда делает это возможно, все эти встречи. Как удачлива Вринда-деви, когда оба Радха и Кришна, они испытывают неописуемую радость, встречаясь друг с другом, и, конечно же, ту благодарность оба испытывают к Вринде, за то, что она устраивает эти встречи. So, see, Кришна feels so indebted to Бринда-деви. If someone will just offer him one tolsi leaf of Бринда-деви, I give you myself. I am yours. So, Advaita Charyabin Paramrasik, he was thinking, he was meditating on the deep meaning of this verse of Gautamir Tantra, and he began worshiping his Shalagram Shila every day with tosi leaves, with the water of his tears, and loudly calling out to Krishna. Advaita Charyabin Paramrasik, he was meditating on the deep meaning of this verse of Gautamir Tantra, and he began worshiping his with the water of his tears, вынудить самого Шри Кришну явиться на землю и он стал служить Шаладрам Шили, поднося ей листики туласи, воду Ганги, добавлял собственные слезы туда и усердно каждый день служил. Адвайта Ачария, again, is teaching us something very important. You worship your Thakurji, your Shilas every day with Tulsi. And this is so powerful. And Advaita Ачария, who is doing Prima Hunkar? Do you know what Prima Hunkar means roaring? Like that. Кришна! 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 So Advaita Ачария is teaching us also the best process of spiritual life is Uchikirtan, loud Harinam Sankirtan. I remember sometimes in Mathura it would be when there was an eclipse, so you cannot sleep. So if the eclipse is in the middle of the night, one o'clock, two o'clock in the morning, Gurude would come down to the temple room with all the devotees. I remember often when we lived with Gurudev in Mathura in Keshavdi Gaudiamath in Mathura, when there was a explosion, they would fall in the morning, 12 o'clock, two o'clock, two o'clock, two o'clock, two o'clock. And bring all the jumpers, all the jumpers in the whole night. They had something in the storage really big. So there was five or six jumpers of different sizes, the size, 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 the size. And Gurudev was in it. Hare Krishna! Hare Krishna! Hare Krishna! Hare Krishna! Hare Krishna! Hare Hare Hare! Hare Krishna! Hare Hare Krishna! Hare Krishna! Hare Hare Hare! Hare 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 Hare! I remember the words I screamed louder and louder! And pushed everyone to make them run up and down the room. And I started to jump the's toes of the pressing in the center of Kirtan. заставлять их гонять там сзад вперед I don't sound a music what's what's happening with Greg Rosin doing his crisis I am not doing anything the Gurudev push me he snatched my jammamal give me this and with this satan push me from that day I can't stop running running up this is the shakti of Gurudeva so it is said look Brahma has prayed that the Supreme Lord he appears upon that heart the lotus of that heart which is saturated with bhakti-yoga he takes his seat there coming along the path of hearing we meet with Krishna through the hearing process but in what form does he come in which ever way that devotee is vibhav inspired by the vibhavs according to the way in which the devotee is meditating on the Lord the Supreme Lord the Supreme Lord manifest because he is very kind to his devotees he appears in the very form in which the devotee thinks of him to serve him in that way to serve him in that way so in this way gradually the year came 1486 наконец-то наконец-то наступил 1486 год which He will be Субтитры создавал DimaTorzok 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 Далее устал и подмежал ученика В этом способе Двадда-Чарья и ваше дуэль Субтитры создавал DimaTorzok И иногда DimaTorzok Дальше говорили дуэлью Нимайу Дорогу примутил DimaTorzok Прасаду готовься Без тебя к дружелю и сказал ему Прасаду Далее стироп Дальше Субтитры создавал DimaTorzok Дальше Вашачий иногда посылал младшего сына Нимая за старшим, чтобы тот привел его на обед. Так как бывало в Адвайд-Ачаре, все ващнавы там погружены полностью в Шримад-бхагатам. Звучали нектарные строки с Шримад-бхагатам, вдруг приоткрылась дверь и появился голенький малыш, с мягкой такой кожей, которая мягче масла, как будто покрытой пылью и сладким голосом сказал Мишвару, мама зовет на обед. Адвайд-Ачаре и все ващнавы подняли взор на мальчика и позабыли уже обо всем Шримад-бхагатам. После мальчика ушел. В Адвайд-Ачаре задумался, что произошло? Он подумал, что происходит, познавший нектар Шримад-бхагатам уже никогда не сможет довольствоваться чем-то другим, а я полностью отвлекся от Шримад-бхагатам и загляделся на этого малыша. Как это возможно? Как это вообще возможно? Это было бы возможно только если бы... Адвайд-Ачаре и все забыл. Адвайд-Адвайд-Ачаре сам призвал Махапрабу, а не знал до сих пор, что это был его любимый Господь. Ну... Слушав от Адвайд-Ачаре, Вишварупа мог понять, что все в этом мире имеет цену только от дерева. Адвайд-Адвайд-Ачаре, обучаясь по руководствам, Вишваруп пришел к выводу, что все в этом мире ценно, как соломинка. И Вишваруп решил, что я оставлю дома и возьму Саньясу. И он стал Шанкараранией. Он понял, что все как-то бренно и ничтожно, и решил покинуть дом и принял Саньясу, стал Шанкараранией. Это разбило сердце мамы Шачи. И она становилась очень страшной о своем младшем сыне. Она думала, что если я его через школу, он узнает о Тримад-Бабаде, и я его тоже потеряю. То есть она еще больше привязалась к младшему сыну, страшаясь, что она потеряет и его, если он сейчас будет в школе, тоже наберется этих мудростей, как Вишваруп, про бренность жизни, про Атму. И она думала, что лучше ему вообще это не знать, не изучать, пусть дома живет он. И она настолько травмировала вот эта потеря старшего сына, что она просто забрала Вишварупа из школы и сказала, зачем тебе это образование? Живи тут с мамочкой, все хорошо, зачем нам это? Но после некоторых времен, молодой Немай, он говорил с мамой и папой в состоянии Дататрея. Боже, Вишварупа дал наставление родителям в образе Дататреи. И поэтому они его обратили в школу. То есть опять же, ситуация поменялась и родители вернули его обратно в школу. Через какое-то время Магапрабу решил, что пора явить свое истинное Я всем жителям Налады. И в один вечер подошел в Киртан доме Шивастакура Магапрабу, резко потянул вот этот ткань, на которой лежали на алтаре все шилы, так как сбросил в сторону и сам уселся туда на алтарь. И он стал являть разные ипостаси Бога, тем преданным, потому что были преданным в разных настроениях, которые поклонялись разным проявлениям, и он с каждым являл Иштадева, их личного. А тут же преданным побежали призвать Адвайду Ачарю. Срочно пригодил Адвайду Ачарю. Адвайду Ачарю из Шантипура, но он сказал, что этот Суприм Лорд действительно появился. А потом стал думать, что пришел Адвайду Ачарю сам. Я не уверен, надо проверить. Адвайду Ачарю не пошел в дом Шри Вастакура. Он пошел в дом Шри Вастакура и сидел там. Он решил, что не пойду я туда, в дом Шри Вастакура, пойду спрячусь в Нандабаване. Довольцы были wondering, что он же тянет так? Времени столько прошло, Адвайду Ачарь и нет. Ему же сказали, что Кришна пришел. Махаправу сказал, Рамай-пандит, Адвайду Ачарь, он там сидел. Адвайду Ачарь сидел там и думал, что это правда или нет. Адвайду Ачарь сидел там. Он сказал, правда это или нет. Правда или нет. Адвайду Ачарь. Адвайду Ачарь просто пришел в такой восторг, что действительно это свершилось, что Кришна пришел, тот Кришна, которого он так долго звал. Адвайду Ачарь. Адвайду Ачарь. Он не только пришел на землю, еще столько лет жил по соседству рядом и он понятия не имел о том, что Кришна его сосед. Адвайду Ачарь came running there to Sriva Sangha. Он и fell down giving данного пранам на the feet of Нимаи-пандит. Он и притым. Адвайду Ачарь. Адвайду Ачарь. Адвайду Ачарь. Он сказал, что Кришна, 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 Сейтаня. Амния, Ковра, Кришне. Адвайду. Адвайду Ачарь. ГО БРАМАНИТАЯ ЧАЛА ДЖАГАДИТАЯ КРИСНАЯ ГО ВИНДАЯ НАМО НАБАХА И Адвайдахея бегом бросился Праздник Бхагасвами Мы немножко перепутали наши молитвы Он бегом бросился бежать в дом Шри Вастакура И стал палниц перед Махапрабху и вознес ему молитву Ты Кришна, ты покровитель Брахмана Ты Кришна, ты покровитель Брахмана Кто очень близко к тебе О ГО ВИНДА, я снова и снова склоняюсь перед тобой Махапрабху явил себя, свою божественность всем присутствующим преданным Све Вастакура сказал О Махапрабху, are you going to reveal yourself to Shachimata? И тогда Све Вастакура спросил Ты маме Shachi явишь себя? Призовите маму Shachi срочно Махапрабху сказал Нет Я никогда себя не явлю Ей я никогда себя не явлю Все растерялись преданной Что значит Она с такой любовью о нем заботится Махапу сказал Я не являюсь себя не являю Потому что она совершила оскорбление по отношению к моему Адвати Ачарьи Прибежала мама Shachi туда Что случилось? Какое оскорбление она совершила Адвати Ачарьи? После того, как Вишварупа принял саньясу Мама Shachi переживала, что Нимай тоже со временем покинет ее Нимай женился на Лакшми-прии Но в то время он начал ходить на Бхагатан классы Адвати Ачарьи И Ишварупа later Ишварупа later Он стал ходить на классы Адвати Ачарьи И в то время Ишварупа приехал на Вадвипу И он давал лекции в доме Адвати Ачарьи То есть он ходил на катху и Адвати Ачарь, и Ишварупа И в то время, Нимай Пан Он был так обсорблен в Киртан, Харикатху и Садду Сангар Он не говорил с его женой Он практически игнорировал ее полностью Он настолько вовлекся в Киртан Харикатху И общение с Ачнавами Что он стал вообще не замечать свою жену Он сказал, что я знал, что это было Бонофай Кто думал это? Мен? Я не понял Я не понял Когда Сачимата Сачимата увидел, что Нимай Игнорил его жену И всегда ходил на Харикатху и Садду Санга Он думал, что его имя не должно быть Адвати Адвати Он должен быть Адвати Адвати Он должен быть Адвати 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 Мама Аш ranker переживала Когда она заметила, чтоkgly сын к подругу с Seninёсали Он бы начал с Адвати Лим پрохладом И опять зачастил все это общение с Адв 80AD Еกерина подумала, что Адва Адвати Адвати Он не дуальный, а разлучник семьи Он разбивает семьи Вольно слишком обativas sneaky Она не говорила personnes Но она так подумала spectral Адвати Адвати Магапрабху, будучи в сердце каждого парамагантарьями, он услышал эту мысль и не забыл, припомнил Марашачий Боже, что она подумала, что это не Адвайта, а Адвайта. Так что Магапрабху сказал, что я не буду давать милости, и не буду давать. Все уже стали плакать об участии, как обиделись за нее, как же так, как ей милость не достанет. Пусть извиняется, говорит, вот извинится перед Адвайта Айчария, поклонится ему пыль, возьмет стоп, а дадут. Преданные тут же призвали маму Шачи туда. Она, конечно же, захотела коснуться стоп Адвайта Айчария. Адвайта Айчария уже снулся, как это будет мама Шачи касаться моих стоп, пусть моих стоп собирает. Адвайта Айчария, как этот объект поклонения для меня. Адвайта Айчария начал маму Шачи прославлять. О, вы Ешода. Вы Деваки. Вы Каушалия, the mother of Lord Ram. Вы Девахути, the mother of Kapil Dei. Вы the universal mother of all the forms of God and all the universes. Nowhere can measure your greatness. And when Adwaita Айчария was glorifying Сачи Матта, he was so overwhelmed in ecstasy that he fainted him. Он настолько погрузился в эту молитву мамы Шачи, что он ушел внутренний транс и упал без сознания на землю. When he fell on the ground in ecstasy, everyone said, now is your chance, Сачи. And then she came and took his place. И пока он лежал бесчувств на земле, все стали подталкивать мамы Шачи, беги скорее, вот сейчас твой шанс. Она ухватилась его за его стоп и коснулась и взяла пыль. И Махапрабху gave visions to Satchimaka. И тут же Махапрабху тогда явил видение откровения мамы Шачи. So, Satchimaka Kijay! Махапрабху! 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 Через некоторое время Махапрабху действительно вернулся в Аббадуип и accept renounced order on the land. И в действительности это произошло, что Махапрабху убежал из дома и принял саньясу. Монашеский образ жизни. Oh, I am remembering one beautiful pastime. Я вспоминаю одну прекрасную лилу. Before we continue in that chronological order, Сейчас я собьюсь с хронологической последовательностью и отвлекусь. I want to say a few words about Advaita Acharya's relationship with Nama Acharya. I want to say a few words about Advaita Acharya's relationship with Nama Acharya and Nama Acharya. Because at the same time Advaita Acharya was calling Mahaprabhu in Shantipur, At the same time in Benapal Haridasa Thakur was in a cave there and he was also calling Krishna to come. So, Jaya Milo Praymadana, Kaurana Prachua, Heno Prabhu Kautagela, Acharya Thakur means Advaita Acharya and Nama Acharya Thakur. So, you need to know that in the same time when Advaita Acharya усердно молился Господу о том, чтобы он пришел на землю. In Benapali, живя в пещере, Шрила Харидас Thakur воспевал святые имена постоянно и тоже молил Господа о том, чтобы он снизошел на землю. Поэтому Наратам Дастакур прославляет обоих как тех, кто принес это сокровище, Читани Mahaprabhu, на землю. So, many years earlier Advaita Acharya was performing a ceremony. to commemorate the passing away of his father. And so, for this occasion he invited hundreds of brahmanas to come. And in this ceremony there is one plate called Ashradha Bhattra and that plate is given to the most elevated person to honor the most elevated person in the assembly. So, all the Bhattacharyas and the Vidya Ratnas and the Tarkachuda Manis and all the bandits were there. And all the bandits were there. And, all the Shrila Haridasa Thakur was invited but he was thinking Я очень скрылся, очень скрылый человек, поэтому он сидит у меня в комнате. Конечно же, Адвайта-Ачария пригласил на этот праздник Шрилу Харидаса Токура, но тот постеснялся даже заходить во двор. Он думал, кто я? Я изгой, социальный, кастовый. Я лучше сяду тут на обочине, у калитки, и уважу Адвайта-Ачария, но не буду заходить, чтобы не осторнять все эти праздники. Когда было время Адвайта-Ачария, чтобы презентить Срадапатр к тому, что Адвайта-Ачария поднялся за этим блюдом, но все напряглись, так стали ждать, сейчас он ко мне подойдет с этим блюдом. Но к их шоку, не к их сюрпризу, он попал все эти праздники Брахмана, и пошел на двор, где Срадапатр был в Срадапатр, и отдал Срадапатр. Он прошел мимо всех этой элиты брахманской, вышел туда во двор, подошел в калитки, где сидел скромненько, шил Ахаредаста-Кор, и торжественно вручил ему это блюдо. Ахаредаста-Корнах, Ахаредаста-Корнах говорит, что это теперь из-за меня все, и все твои гости Адвайта-Ачария уходят, это я виноват в этом. Зачем ты мне это? Адвайта-Ачария просто расхокотался. Ахаредаста-Корнах говорит, что они собираются. Ахаредаста-Корнах говорит, что они сейчас этот бунт обиженный устроят, гордо выйдут, и он побежит их останавливать, извиняться, они там все выходили, ждут, а он не бежит за ними, гогочит только. Ахаредаста-Корнах говорит, что они уже шли, шли, а потом стали припоминать. Ты помнишь, что он был мальчиком Камалаканта-Ведопанчанананом? Когда он был мальчик, он подклонился к дурге, и она взорвалась. Может, мы не должны его раздражать. И потом, когда они спрашивали, они вернулись и вернулись. И быстро передумали, и пошли. Быстро обратно в дом, сели, там смиренно. Слышали, Мама, Пасадья и Гоги. И дальше программа шла. Таким образом, Адвайд Ачария показала, что самый лучший человек в этом мире. Кто это? Вот так. Ей бхазан, сей бхазан. Абхактайина чая. Кришна бхазани нахи джати кул адивичар. Один, кто делает бхазани, он велик. Один, кто не делает бхазани, он богат и истинный. Адвайд Ачария показал, что есть истинное величие. То есть, он показал, тот, кто совершает бхазани, он велик. Тот, кто не совершает бхазани, он кудышный. Кришна бхазани нахи джати кул адивичар. И в сфере Кришна бхазани нет никакого взаимодействия о твоем роде, твоем роде, твоем роде, твоем роде, твоем варне, твоем ашраме, ни в любом случае. И в сфере Бхазани никак не фигурирует ни сословие, ни образование, ни статус, ни вообще что-то мирское. Кроме силы Бхазани. Позже, когда Махапрабу, однажды, когда Махапрабу и Нейтенанты были в Навадвипе, и один радивый пытался им напоить анандой, алкоголь. Один нерадивый с Анязией попытался напоить их анандой. То есть, Горан и Нитай, они просто убежали от него. Бхазани от него. И они прыгнули в одежду в одежду. И Горан и Нитай очень радостно и по течению они поплыли довольные в Шантипур. Почему они так далеко решили доплыть до самого Шантипура? На следующей причине Адвайта Ачаря на тот момент думал я ученик Мадавендра Пури. Ишвара Пури мне братом Бога и Махапрабу есть ученик Ишвара Пури и он меня как к дяде гуру относится как к своему старшему. и относится ко мне с величайшим почтением. Он всегда кланяется мне всегда. Рупа Гасвами говорит если вы просто кто-то это значит что в сердце вы не испытываете в сердце никаких чувств не испытываете в отношении любви в сфере любви если вы очень почтительны значит прохладно в сердце. лучше быть критичен это дает больше радость. Когда ваш любимый критичен это дает счастье. Ралитет в сфере любви ужасен лучше пусть уже ругает возлюбленный или возлюблен это какое-то внимание а если просто почтительность какая-то уже это природа любви. Адвайта Ачаря всегда меня меня я думаю это не понятно что он меня как его дас как его сына. Но если бы он меня не считает своим дасом то я бы поверил что он принял меня в служение если бы он отругал меня тогда бы я понял что действительно он считает слугой и чтобы спровоцировать Махапрабху Адвайта Ачаря он остановился дать классы на Бхагавад-гита и начал дать классы на Адвайта-шастра йога-вашисте и чтобы спровоцировать гнев в китане Махапрабху он перестал давать классы по Шримад-бхагаватам-гите и стал давать цикл лекций по йога-вашисте а это чистая гьяна то Махапрабху услышали что Адвайта Ачаря дает цикл лекций по йоговой шести по йогу по йогу по йогу по йогу обрести мукти для бхакти нет ничего хуже каких единственных механизмов мукти нет ничего нет ничего более нежелаемого Адвайта Ачаря обещал в шисти на дуэ sins как майя варди с светлым и с Сидел как в Майваде, раскачивался с закрытыми глазами. И Магапрабу пришел из воды, взрослый, с вскрытой. И он был в очень плохом настроении. И он пришел к Адвайта, когда он дает класс. Он сказал, «О, Адвайта, что ты делаешь?» «Ты приглашал меня сюда, чтобы распространить бхакти, а теперь ты ударился в эту гьяну?» «О, Адвайта!» «О, Адвайта!» «О, Адвайта, что ты делаешь?» «О, Адвайта, что ты делаешь?» «О, Адвайта!» «О, Адвайта!» «О, Адвайта, что ты делаешь мне?» «О, Адвайта, что ты делаешь?» «О, Адвайта, что ты делаешь?» Я не дам Бхакти тем, кто не уважает Адвайту Ачайю или любую из его экспансий. Я никогда не дам Бхакти к ним. А кто экспансия Адвайту Ачайи? Есть две типы. Ангса и Вибинанса. Ангса означает Габар Акаша и Вишну, Карабар и Кирта Акаша и Вишну. И Вибинанса означает все. Все. Мы относимся к Вибинанса в Адвайту Ачаре. Это напоминание, что все живые существа следует уважать. Махапу сказал, что Махапу не может быть укрепленным. Но если вы просто чаете Харе Кришна и даете респект к всем, не критичь кого-то. Ко всем живым существам, то вам гарантирована победа над сердцем Читани Махапу. Он будет вашим. Адвайта Ачаре всегда был в любовь с Махапу. Он был обсорблен. Он не знал, где я. Адвайта Ачаре души не чаял в Читани Махапу. Он постоянно думал о нем, забывая обо всем остальном. Он терялся вообще. Он не знал, что козла. Идем рычать, не замечая, что доти уже скотились на пол. В трансе, он ушел. Чай Таня Радаса Муи. Чай Таня Радас. Чай Таня Радаса Муи. Дазарон 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 Даз. Это вид 44 и 29 на сегодняшний день. Если вам трудно дается запоминание шлок, хотя бы заучите этот стих. Чайтанья Радаса Муи Я слуга Чайтани Чайтанья Радас Чайтанья Радас Вторая строка Чайтанья Радаса Муи Чайтанья Радаса Муи Я Слуга Чайтанья Махаправа Тарат Даса Радас Чайтанья Радаса Муи Чейтани радаса, чейтани радаса, мурия радаса, ранундаас. Очень хорошо. Так что, как вы знаете, Махапабу, он пошел к Катуа, и он пошел в ренунсный ордер жизни, получив это от Суи Кешава Барати. Махапабу отправился в Катуа, и там он получил саньясу от Кешава Барати. И затем Махапабу, он хотел отправиться во Вриндаван. Но Нитинандапабу уловками своими обманул Махапабу. Когда Махапабу был ходом, он спросил кауэрбой, «Это дорога во Вриндаван? Это дорога? Это дорога? Это дорога на Вриндаван?» И Нитинандапабу прятался за Махапабу, и всем показывал намеком, подсказывал. And the other way was that way. See, Нитинандапабу, there was a... that way. И они хотели изначально показать правильный путь, но видя, как Нитинандапабу показывали, чтобы они в другую сторону показывали, и они подчинялись. Трик Махапабу took him around in a big circle from Katto instead of going to Вриндаван and brought him to the bank of the Ganges on the other side of the river from Shantipur. То есть, вот этими своими трюками Нитинандапабу вынудил Махапабу сделать большой крюк и завез его обратно до Шантипура. Махапабу, he said, «Ах, we have arrived in Вриндаван!» Махапабу подумал, что наконец-то Вриндаван увидев, «О, мы во Вриндаване!» «Как прекрасна Емуна!» И стал планицей и молиться Емунии. Чиданандапану, саданандасуну, Нитинандапабу сетюв Grill Махапрабху прославляет дочку Бога Солнце. И когда он молился, он увидел, что лодка плывет. И в лодке сидит Адвайта Ачария. Махапрабху сказал, «А, Адвайта Ачария, ты здесь в Брэндаване!» Адвайта Ачария подумал. Адвайта Ачария подумал. Адвайта Ачария сказал, «О, Господь, где бы ты ни был, там и есть Брэндаван!» Махапрабху смотрел по сторонам. Он думал, что Брэндаване много деревьев Кадампа, а тут кокосовая пальма растет. «Очень похоже, вообще-то, на Шантипур». «Летай!» И понял, что его провел вот так литянанда Прагу. Адвайта Ачария подогнал лодку, взял Махапрабху. И повез его к себе в гости в Шантипур. И тут же позвали маму Шачу, он послал за ней. И ее предные принесли на палантине, прямо с помпой такой. Так что Махапрабху остался в несколько дней в гостях. И в вечернем вечером Махапрабху, Шрилхаридас Такур, Двайта Ачария, они проводили потрясающие киртаны. «Ягьяи Санкиртана Прага Ядантии Сумерисла». Этот Санкиртан и есть процесс поклонения читания Махапрабху. Метод поклонения ему. В этом киртане, Адвайта Ачария Адвайта Ачария запел вот эту удивительную песню, которую он услышал о Виттиапе в юности. Адвайта Ачария Субтитры создавал DimaTorzok 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 То есть видение, что конкретно она видела Кришну перед собой, что верила, что Кришна вернулся наконец-то Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Два Тачаря подхватил DimaTorzok Спустя Мгапрабба продолжал танцевать Субтитры создавал DimaTorzok И что вот это в спорте видение Кришны вдруг испарилось. Моя дорогая подруга, какое несчастье, Моя тело, мои чувства, мой ум, они все разбиты, это Кану Пряма Биша, ядом любви Кану. Днем и ночью, но пролет мое тело и ум, они сгорают в этой лихорадке, в этом жару, этого яда, любви Кришны. Если бы у меня была возможность сейчас оказаться там, где есть Кришна, я бы улетела туда. И когда Макунда пел эту песню, Адвайта Ачария уже держал Махапабу, поддерживал его всячески, но он не справился, потому что садвикабабы, садвикабабы в сердце. Садвикабабы все стало настолько сильным, как там война шла внутренняя, что просто Махапабу рухнул на землю, а Два Айта Ачария не смог поддержать его. Так что, в таком случае, девушки, они испытывают удивительную Махапабу, эминистрированные Махапабы, эминистрированные Махапабы, эминистрированные Махапабы. Присутствующие преданные стали свидетелями, преемниками вот этого ощущения, этой удивительной Махабабы, Шримати Радики, которая исходила в этот момент из Шримати Махапабху. Чайтанья Радасамуи, Чайтанья Радас, what does it mean? Что значит быть слугой, Чайтанья? Махапабу's mission is outer and inner, so outwardly it is the prachara of Harinam Sankirtan, and especially of Raga Nuga Bhakti, Anaprita, Charim Chirat, this Unnat Udjvala Rasa, and inwardly serving Махапабу through this Rasa-mai Kirtan. So, Чайтанья, the Advaita Chari was serving outwardly by preaching and inwardly by nourishing his bhaves and causing Махапабу to fulfill that desire to realize Radhika's good. Что значит быть слугой, Чайтанья Махапабу? У Махапабу миссия есть внешняя, вот это прачар, проповедь, а есть внутренняя миссия, скрытая, вот эта Rasa-kirtan, в которой мы подпитываем, то есть как Advaita Chari, он подпитывал эмоции Чайтанья Махапабу, чтобы помочь ему осмыслить, осознать, прочувствовать эмоции Шримати Радики. И вот это и есть две задачи, то есть участвовать внешне в проповеди, а внутренне подпитывать состояние эмоций Чайтанья Махапабу, Rasa-kirtan. So, it was there in Shantipur that Sathimata asked Mahapub, don't go to Brindavan, it's very far away, go to Puri. Puri and Navadipa like two rooms in the same house. If you go there, then sometimes when the pilgrims are coming back and forth, I'll get news from you. And sometimes you can come here for the Darshanav Gangadevi, so I'll see you. So Mahapub agreed, and he went to Jagannath Puri. Именно там, в доме Advaita Chari, Мама Шачи размолилась к сыну и сказала, пожалуйста, не покидай меня, не отправляйся так далеко во Brindavan, это очень далеко. Лучше отправься в Jagannath Puri, потому что Puri and Navadipa, это как две комнаты в одном доме. Все время паломники ходят оттуда сюда. Я буду получать регулярные новости о тебе, буду справляться, и тогда я буду спокойно. И Mahapub услышал просьбу мамы и согласился, и после этого он отправился в Puri. When Mahapub went to Puri, shortly afterwards he went for the tour of South India for a few years, and he came back. Then after that, the residents of Navadipa, led by Advaita Acharya, they used to come every year for the Chatur Masya, from the Rath Teatro Festival until the end of Chatur Masya. Ты стоил из Mahapub. Во время первого визита в Jagannath Puri, Mahaprabhu там не задержался надолго, он вскоре отправился в странство по Южной Индии, провел там несколько лет. После того, как он вернулся обратно в Puri, новости дошли до Navadipa, и тогда огромная делегация вайшнавов, восславляемые Advaita Acharya, прибыли в Jagannath Puri, повидаться с Mahapub. И потом ежегодно они приходили туда проводить четыре месяца Chatur Masya. So one year when they came, there was one follower of Advaita Acharya, his name was Kamalakanta Vishwas. There was a follower of Advaita Acharya, his name was Kamalakanta Vishwas. Because he has Vishwas in Kamalakanta. Because he was a follower of Advaita Acharya, because he was a follower of Kamalakanta Vishwas. So, at that time Advaita Acharya, he is performing the pastimes of being a poor Brahman, and he was not only poor, actually he was in debt. So Kamalakanta Vishwas was thinking, I have to help him to get out of debt. So when he came to Jagannath Puri, Kamalakanta Vishwas went to Maharaja Pratapurudra, the king. He said, your majesty, Advaita Acharya is Supreme Lord himself. But there's one problem. He is in debt. So if you could give something. So at that time, the devotees, they used to come and see Mahapubu Nagambira, and Mahapubu, he knows everything, so he realized what was going on with Kamalakanta Vishwas. And he sent a message, tell Kamalakanta Vishwas that he is banned, he cannot come in Kashimishu Ravavan, he cannot visit me anymore in the Gambira. Because, on the one hand, he has established that Advaita Chari is the Supreme Lord, and on the other hand, he is begging, money from a king and saying that he is broke. So I reject him. Chaitanya Mahapubu has given this teaching. That those who are preaching should not shamelessly go to people and ask them for money. If you collect the money from wealthy people in the name of preaching, then your mind will become contaminated. Vishayala ana kaila malin hai man, malin man ahoy, nahi Krishna asparan. The mind will become contaminated, and then when you are chanting, you cannot remember Krishna, you will only remember whatever worldly things the materialistic people are thinking of. You are making the chanting of the holy names equal with the performance of karma. You work, you do karma to get some money. But harinam, bhakti, harikata, all these things are to get Krishna praying, not to get money. So if you use them to get money, then you are making bhakti equal with karma. It is a great apparatus of friends to the holy name. So such persons who try to use bhakti as a business model, they will be bereft of any progress it's produce. It is a very unfortunate situation for those who are trying to use bhakti to buy some financial money. Krishna himself said, ananyas chintayam tumam yajinaparipasatei tisham mityabhiyuktanami yovaksayimavahamiya. If someone is always thinking of me and serving me with love, then whatever they need, I bring it myself. Krishna sagt, that if someone is asked to give me a gift to me, I will always be able to give this person all the things that need. That's a guarantee of Krishna. So that's all of Krishna. When Advaita Charya was in Puri, he used to stay at the Ahulyamath. И когда Адвайта Ачария проводил эти месяцы в Пури, он гостил в Ахулия Матхи. Кто был в Ахулия Матхи? Там где гостил Адвайта Ачария. В Пури, прекрасное место. Адвайта Ачария был там, и он приглашал Махапабу. Но куда-то Махапабу приходил, он приходил с 9 других саньясис. Он не ходил в гости в одного, то есть он всегда брал 9 саньясис с собой приводил еще. Как Парамананда Пури, Брамананда Барати, Ассоциации, Дисциплина Матхианда Пури. Так что Адвайта Ачария думала, что я хочу служить Махапабуддиста по себе. Я хочу служить всех, но я хочу служить его по себе. Адвайта Ачария был счастлив всегда служить в Айшнаме. Но все же тайно в сердце он лелеял мечту, что ему удастся все-таки одному Махапабу лично его принять, сфокусировать все внимание на нем, поухаживать, покормить его. Он так мечтал об этом. Однажды он готовил кроссаду, После того, что сфокусировал в тучи, и было сильное, сильное дождь. Так что все остальные люди сказали, что так плохо, что я не могу выйти. Но наш Сачинандан Гори появился в Ахулия Матхе в гости. И Адвайта Ачария мысленно благодарил Индру за такой подарок. Маппаху сказал Адвайта Ачария, Кришна himself fulfills all your desires, So it's not a big thing that Indra becomes your servant. The order is carrying your orders. Индра, ты меня выручил, ты мне помог, Адвайта Адвайта Ачария. Сам Кришна исполняет все твои просьбы. Конечно же, Индра, что Индра? Всех тебе готовы служить. Мой Гурадав говорил, вы не прославили кого-то, Until you glorified the Guru Прампара and the Shisha Прампара. Чтобы достойно прославить кого-то, надо прославить всех, Выше стоящих этой личности и ниже стоящих. So we have glorified Адвайта Ачария's Guru Прампа, Мадавенду Пури Лакшвупати Тиртву. But what about the Shisha Прампара? I don't know. Адвайта Ачария has a very great disciple. Yadunandan Ачария is Shisha and Prashisha. And his disciple is the Prayodjan Tatpa Shila Raghunath Daskoswani. Yadunandan Ачария was a great disciple of Advaita Ачария. And his disciple was Prashisha 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 Shisha Raghunath Daskoswani. Also remember, Advaita Ачария is the Paramgurudev of the Prayodjan Tatpa Acharya. So don't forget that Advaita Achari is the Paramgurudev of the Prayodjan Tatpa Acharya. After the Chaturmasya, every year he would go back to Navadvipa. And one year, Mahaprabhu, he sent Jagadananda Pandit, Oh, take some Jagadananda Prasad and some other Prasadi items and deliver them to my mother in Navadvipa to Satchimati. So while Jagadananda Pandit was in Navadvipa, he met with Advaita Acharya. And Advaita Acharya told Jagadananda, Oh, can you please deliver this poem to Mahaprabhu? Advaita Acharya asked to tell Jagadananda Pandit, I will tell you the poem to Mahaprabhu. If you see it, you will tell me. And when Jagadananda Pandit heard this, he just laughed. What a strange poem. But he promised to deliver it. When he arrived finally in Jagadananda Puri and met with Mahaprabhu and his associates. And he was bringing news from Navadvipa. He said, Oh, Mahaprabhu. Advaita Acharya is sending this poem to you. When the devotees heard it, they smiled. But Mahaprabhu became serious. And Swaruk Damodara Goswami became very serious also. And Swaruk Damodara Goswami became very serious also. The devotees asked, What does it mean? Mahaprabhu said, I don't know. Advaita Acharya is a great mystic brahman. He knows all types of mantra and tantra. He can do rituals. He can make a temporary deity. And he can invite the Supreme Lord to come. And then do puja and then send the deity away. He is a very expert brahman. He knows all types of rituals like this. So his thoughts are beyond me. I don't know what it means. But in saying that he did not know what it means, he actually revealed that he knew what it means. Because just as a brahman can make a deity and then invite the deity to come and reside there. And then do puja and then send the deity away. So this was Advaita Acharya. He was the one who brought Mahaprabhu to this world. And by this poem he was saying, Now we have performed your worship. Now very soon it's time for you to return to the Mithinavadun Pah. But you didn't translate it. I will? So it's the one that we have heard of. And that's it. So it's like, in this response, Mahaprabhu was written as the truth. It's like the Brahman can be saved to the deity, and then to ask the Lord to do the puja and again to call the Lord. Then Advaita Acharya. And the same way he would ask the reading of Mahaprabhu to the earth. And now he's asking him to be gone. That's it. The cryptic message was one bowl. Это означает, что один безумец Это не как инсанит, но это означает, что один безумец Есть Аппасампрадая, которые называют боулы Они просто безумец Но они не нормальные, но притворяются, что блаженные Один блаженный говорит, что один безумец Он говорит, что весь мир уже обезумел И один безумец говорит, что нет потребности на рис На рынке нет больше Это означает, что если у всех уже много рис, никто не пойдет на рынок Закупаться рисом Адвайта-чаря, Абхайдаси, сказал О, Махапу, вы пришли, и вы сделали всех танцевать Адвайта-чаря 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 Он говорит на мне Что только она испытывает 透юсь ее любовным И что так же что она испытывает, когда она вкусит мою светость Но эти слова показали сильное влияние на читание Магапру, они были как будто бы напоминанием ему о том, зачем он пришел. Он пришел осознать величие любящей Мати Радики, ту сладость, которую лишь она видит в Кришне через линзу силы любви, силу своей любви, и познать ту радость, которую Радика испытывает, когда она вкушает эту сладость Кришны. О, I have tasted something, but there's still so much left. Он подумал, я уже вкусил кое-что, но я еще, там непочатый край, и вкушается. And now I'd wait, the chair is telling me the time is running out, I have to go soon. А он меня теперь торопит, говорит, пора уходить, а я только-только вот начал. So Silla Krishnaskaraj Goswami Pad said, from that moment, Chaitanya Mahaprabhu's, the intense ecstasy of praying and separation doubled. And day and night, he became, every night in the Gambira became an insane performance. Like Radharani, when in the madness of love, she was speaking with a bumblebee. Когда Радика была в этих состояниях глубоких, это трансцендентного безумия, когда она разговаривала с жилем, rubbing his face against the walls of the Gambira. Махапрабу, он терся лицом, амбашите, шероховатые стены Gambira. Sometimes becoming like a pumpkin. Иногда он все конечности втягивались внутрь, он приобретал образ такой большой стены. Sometimes all of his joints becoming loose. А иногда наоборот, каждая косточка, когда отходила от другой, от хрящика, он растягивался, руки-ноги становились безумиями. In his anxiety to relish Radhika's bath before he had to complete his past times in this world. So we see that Shri Advaita Acharya, how he served Cheikh Animaapu from the very beginning, he was the beginning and the end of Gora Lila. Как удивительно, вот роль Advaita Acharya, что он был и первым актом Гора Лилы, и завершающим актом Гора Лилы. Он сыграл свою значимую роль Advaita Acharya. HOWE Nsoft Trungа Великимент What Hernангра Мне Как опера Синдаг От Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!